слушай ну мы с тобой вместе зашли в варс 13 в двадцать втором году да какие вы тебя воспоминания об этом времени какие чувства возникают чувство 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 если бы как сказать знаешь если бы я неопытный человек был как то да то может быть такие разные чувства были что вот и страх и воспоминания плохие хорошие в основном хорошие воспоминания у меня за это время ты знаешь именно с барса с этого времени я приобрел много друзей очень очень много друзей до сих пор все общаемся прекрасно общаемся кто жив но естественно потери которые были они так это очень неприятно очень плохо люди-то хорошие достойные погибли а так а не быть дурацкая случайность и случайность да вот по нелепости ребят которых вот собирались ездить ехать в последний заезд который потеряли год назад тоже газ бета с первого барса который мы шли вместе зима покойный пацанов много таких хороших пацанов но ты до этого ты чечню прошел и там тоже время было тяжелое для тебя и донбасс и все был за такси на весе не сказать что сильно прям до давить на меня это нет я в основном положительные запоминаю моменты такие которые у меня друзья друзья как я приобретаю с этой войной больше чем теряю например скажем я приобрел таких друзей даже это не только среди военных среди гражданских вот второй заход когда был осенью с белгорода белгорода когда были прекраснейших людей там гражданских встретил там вроде бы наш как получается русские ребят русские люди и вот я до кабардинец отец василий там батюшка прихода женщина баба маша там есть у нас такая героиня бабушка там вообще это легенда это вообще что за женщина под 90 лет ребятам помогает только так там занимается волонтерством все но у нас как генералом было на нас полковника встроила ты кто-то такой полковник а я тут генерал у них у мальчишек мальчишки наши как пацаны как видели что баба маша идет наших резко тасс пацаны баба маша идет и резко уборку начинали делать это в расположении по маша заходила смотрю ага молодцы так купаться ко мне домой все и вот так водила все лечила занималась там бабушка легенда общаемся дружим с ней прям такие великолепные люди каждый считай каждое утро общаемся с ней а бабушка продвинуть как твой путь потом сложился после 13 барса ты знаешь я заходил два раза с барсом после этого последний раз это было в ноябре 22 года в ноябре ноябрь декабрь я про это до января пробыл в луганской области потом вернулся попал через военкомат войска не буду говорить куда по донецкому это маринку подобрали мы первые а потом уже вот с прошлого года ровно год я зашел через министерство обороны и на херсонщине вот до августа этого года на херсонщине был работал в чем работа заключалась какое направление направление службы обороны штурм снайпер в общем остались какие-то картинки у тебя в памяти скажем да есть такие знаете потом лично те скину там же представление мелком отзывы пацанов хочу хвататься но приятно работа моя как-то нормально работал что-то хорошо я делал это я потом скину посмотришь сам решишь работал как все потихоньку давали бы работать лучше лучше бы работали когда у тебя работал когда у тебя вы впервые появился какой-то момент когда ты начал замечать что что-то не то может быть происходит у нас в стране какие-то негативные комментарии или как вот ты вспомнишь знаешь когда я посмотрел вот для меня я воспринимаю вот это все первое время я очень остро воспринимал и вспыхивал я сразу драться чуть ли не лес там как ты как вы можете такое говорить там что потом меньше начал внимание обращать хотя надо пресекать это все фигню сначала первое знаешь как да скажем так с этим уклоном на нацию это еще и до армии было такое это и раньше так сталкивался на другую работу ходишь как только узнаю что ты русский сразу начинается потом по-другому так думать по-другому говорить если прям необходим был работник сильно тут уже пока кажется не очень-то он и нужен я часто с акцентом разговариваю но это в основном без акцента разговариваю спокойно разговариваю так так ну бывает обидно 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 было так а потом меньше начал внимание обращать а вот уже на сволите первое 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 тебе скажу после первой командировки того как мы встретились даже самое первое было вот стычка вот именно тогда когда у нас мы русские а вот чурки вот прям прямо сказано было конфликт такой небольшой поезд вышел но потом опять же те же русские пацаны вписались за как 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 у вас язык-то поворачивается такое сказать в одном строю стоим да мы вот они вместе мы еще не уехали никуда вы начинает деление какое-то напомни это у нас в отряде было я что-то даже не запомнил да 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 в начале сам помнишь отдельно группа от групповой а тут они отдельно в казани в дальней жили типа мы в наряды не будем ходить ни в столовой никуда мы будем отдельно жить все тут наряды свои там сделаны не пускали никого и начали конкретно на меня а чё это черный команду это все такое да 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 почему конфликт у нас вова борода помнишь большой большой тоже помню вот он тогда же чёрт я не понял казачки а вы чё такое я казак вот он ягод за него вот за этого парня впишусь на меня там для меня как это это он для меня русский такой же как и все а вы ведь человек вот сейчас чего такое говорить там все такое ну и в тот же день конфликт погас поговорили все пообщались вроде пацаны что-то поняли потом куда-то они разъехали что-то отъехали они на этом все закончилось и потом уже после этой первой командировки в ростове это было на вокзале я по форме на вокзал иду и сотрудник этот транспортной безопасности на вокзале на ростове а ты чё тоже со СВО я говорю ну да ты же не русский какая разница русский не русский я чё сейчас разговоры такие ну не знаю обычно русские идут говорю обычно что ты много таких людей встречаешь или чё как зачем ты говоришь сейчас это я это говорил женщину как бы не знаю не очень так приятно вот не знаю с тех пор у него неприятно такая осадок остался ну а с другой стороны знаешь вот только ее прошел эту женщину это негативно она мне вот это все сказала да как ты не русский пошел туда все типа акцент поставил на этом но тут же как только я зашел на вас зал подошла ко мне русская женщина и готова можно подарок сделать если затруднить может конечно пожалуйста она мне подарила два деревянных образца вот такие вот маленькие небольшие что-то как типичная коробка на тонкий гавриила и михаила архангелов и вот это все время я с собой их носил они у меня плечевом кармане всегда с собой у меня были они также у меня лежат хотя я вот скажем так мусульманин у меня нет такого что так мусульмане так христиане так вообще считаю что этот вопрос вообще поднимать не надо на уровне каком-то ну молитва да молитва это разговор человека с богом личный разговор все это никого не должно касаться тебе плохо я как богу обратился другому человеку плохо он тоже богу обратился да а вот когда-то обсуждать на акценты ставить на этом ну не может быть такого зачем это насильно кого можно насильно сделать мусульманин кого можно сделать насильно христианин никого абсолютно никого скажи у тебя появилось такое чувство что вот окружающие люди в россии они вот ну как будто тебя отталкивают и ты начинаешь чувствовать ближе себя к людям не славянской внешности потому что русские люди тебя отталкивают от себя ты видишь что гонения происходят на людей вот не славянской внешности нет такого такого нету я вижу есть но опять же писал в этом группе там там не только национализм среди русских есть она везде в любой нации у кабардинцев и дагестанцев и чеченцев на националистов хватает очень много тоже очень много таких людей которые знаешь смотришь иногда слушаешь и надо стыдно становится что он твой соплеменник вот реально думаешь какую вот например я тебе скажу сейчас повторюсь от кого мне выбирать да август 8 года я приведу пример один единственный пример вот репортаж когда рассказал про серёга бакалёва да ну я в взводе один за командир взвода я один не русский не русские все были парни я раненый да вот спасайте мог сказать спасайте меня вытаскивать и ну нет я мог сказать нафиг вы мне вы все русские зачем мне погибать за вас это я приказ отдал они ушли опять же серёга бакалёва когда залез в этот коп нашел меня он мог сказать ну нафиг нужно мне за чуркуру это погибать там под огонь себя подставлять но он же меня на себе вынес под огнем он не думал нет такого русский не русский на войне нет такого ты знаешь любой человек который находится там он носит одну форму одну форму одного цвета и шевроны российские у всех и на груди написано россия я вот я кабардинский на русский воин я безумно люблю россию я я буду воевать за россию сколько надо сколько жизнь моя есть я буду отдавать я по-другому не могу я не знаю но опять же если будут меня угнетать нет я не обижу скажу да нафиг вы мне нужны да вот вы такие сякие нет зачем нормальных людей хороших людей очень много намного больше у меня с моих знакомых намного больше скажем из ста человек я одного такого встречаю который негативно так относится и понимаешь вот этот один он начинает опять же может я немножко сойду с тем опять вот один человек да вот этот паршивый овца он может много делов натворить много бед может натворить так же вот как например кабардинец какой-нибудь побьет кого-то да а вот они негодяи все такие будут всех подряд будут бить унижать да нет такого этот человек это отца которая отбилась от стада скажем да забыла свои законы законы отцов да чтоб женщину обидеть да это то что старину было вообще женщина идет по дороге поздно мужчина должен был бросить все это дела и в сторонке идти сопровождать его пока надо дома не дойдет чтобы ничего не случилось не то чтобы бежать на руси тоже самое было русские законы тоже такие же были я сейчас сравнить русские законы украинские законы кабардинский или какие-то они ничем не отличаются абсолютно это уважение к матери уважение к старшему почитание младших учить младших ничем не отличается все одинаковое и в коране и в этом в библии тоже каждом 3 где-то выносит из себя в это в это какие-то слова там там убивают там или чуть-то не в коране библии ни в одной книге нету священную чтобы убивать кого-то нет убийство одного человека сравнил убийство все это цель целого человечества одного невинного до цитата из корана я сам помню даже отметил ее по одному человеку суде этот человек который вот начинает говорит вот они русские у нас на что-то вот петь этому она вот они такие-то 2 так другому рассказывать надо вот такие не видел ничего не стоит с этим не сталкивался но слышал и он по своему там рассказал это уже обросло там какими-то там подробностями так что и пошло раздувал раздувать раздувается там громадный мяч который подминает под себя все особенно особенно когда люди в состоянии стресса из-за войны из-за вот этих всех новостей тревожных они мне кажется более падки но такие идеи кто виноват кого винить да да а тут винить то никого и не надо винить никого тут многие ребята могут со мной не согласиться это лично мое мнение да я и был уверен этому что ну не начались двадцать втором воевая война она в любом случае еще полгодика где-то ну год от силы уже началась бы здесь на территории россии ну шло к этому все шло к этому не подготовка не в это типа не готовились к войне бункера бетоном залит и подготовка 8 лет готовились так что в любом случае в любом случае это наша война как бы кто не говорил как думаешь вот этот рост национализма среди русских он дает карты в руки националистам внутри северного кавказа ты наблюдаешь что-то похоже да да обострились скажем таки на северном кавказе не все так хорошо те же ваххабиты например которые были да они сейчас безумно боятся течения молодежи верующая молодежь у них они нашли какой-то вера пол получается своеобразная не так как старину учили некий мамы какие-то новые молодые появляются хотя чтобы мамам стать это надо начитанным быть это выход съездите все потом только становиться ты уже знать что ты читаешь в коране а не просто читать за словами знать у меня вообще там грешником объявили что сказали что я в аду гореть буду потому что это книга неправильно все говорю спор идет за того что арабские слова такой степени сложные произношение одной буквы неправильно уже слово другой становится абсолютно поэтому надо четко знать что ты читаешь что ты говоришь и вот получается вот молодежь но они видят вот в россии нас гоняют в россии нас выгоняют просить то в россии это и начинает поджигать вот эту молодежь от молодежь верующие наш ручек они да не пьют занимаются там сельским хозяйством кто-то кто-то там торговля кто-то там сеять там что-то убирает там все благонателем был мирные такие хорошие маль молятся не пьют не курят все хорошо все прекрасно вот ручек если направить никто русло представляешь из этого выйдет что если скажем те же ваххабиты или те те же националисты так раз повернуть не в ту сторону скажет а вот надо вот так вот против россии и их много это молодежь молодежь вот это вот именно вот от 18 до 25 лет которая сейчас идет лишь поколение такое что они справедливые вроде да умные ну и шистые и гордые очень чересчур гордый им что ни говори они так в начале не по это не признают этого пока сами это не столкнулся с этим и вот получается ночь пока молчание но меня тревожит как смотрю видео особенно забываю все время как называется вот это новые движения где-то община община да община ну во первых вот как я вижу да не надо вот бородач такой-то начало самое вот этот такой-то такой-то и уже уже акцент ставится что на всех не на одного на всех вот мы пошли мы его сделали мы все такое хорошо ладно смотрю я вот я смотрю это думаю блин здоровые ребята вроде с вошники тоже есть вот такое здравые пацаны как бы они сейчас на фронте пригодились бы такие пацаны профессиональные хорошие крепкие чего не по улице там ходят и начинаю этот надо всех уже читаешь комментарии вот надо их все особенно наши меня пугает то что женщины очень часто женщина агрессивно выступает всех их нафиг домой всех их убрать всех не в это оградить кавказ и оттуда не выпускать никого хорошо ладно дальше что ну вы агрессивно так поступаете ну скажем я тебе пример приведу а все вон отсюда да пример тебе приведу кабардино-балкаре город прохладный есть я там туда родом это самый большой район кабардино-балкарии и он русский район чисто русский район всего два кабардинских села и он так круче это русский район получается вот попробуй скажи нашим русским уехать оттуда а никто не шелохнется никто не шелохнется все останутся все будет жить если кто-то выезжал тоже наш меня поражало сильно все мы жили братьями все там все хорошо там все прекрасно соседями и как только он уезжал куда-то в россию переезжал сразу мнение менялся у него становилось мнение большинства вот чел черный не правы черные такие черные такие а может не надо просто черных воспринимать как проблему изначально и тогда может проблем никаких не будет тоже если в армии даже например да скажем приезжают ребята с кавказа с дагестана там с кабарды там все начинают он дает его летят офицер он сразу сам начал начинает воспринимать его как проблему о проблема да он непослушный да он все это геморрой все так ты сначала узнай этого человека может это будет самый лучший солдат твой отнесись к нему не как проблема а как человеку как 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 7 и все у тебя никаких проблем с ним не будет он будет выворачиваться ну сделал для тебя все что у тебя нормально было спокойно было согласен что вот эти люди которые в русской общине на них зетки некуда ставить но при этом они не находятся на фронте и меня на мероприятие что это мы не были ни разу ну пока не мере большинство я бы видно ребята там и такие что принесут и были прячут до липовый да но опять же здравые пацаны такие здоровые мощные пацаны громадную пользу они оказали бы громадную пользу вот второй заезд был парень вот я никогда не забуду знаешь русский парень богатырь вот настоящий богатырь красавец высокий такой мощный евгений его зовут да я не знаю жив нет даст бог что жив оказался парень это я за ним неделю где-то наблюдал ну чё то не то и он наш он такой благодушный веселый парень такой все потом заметил что он это хромает присмотрелся а у него определён что у него протез я его зову Женью я говорю у тебя что протез открыт за чего как почему почему как спалил я говорю ну ты это ходишь как на протезе да не может быть я стараюсь пулеметчик пацан не спалили зашел он нормально воевал он как пулеметчик все с протезом человек с протезом пошел воевать а ты здравый человек гоняешь вот чего того узбека гонять чего того дворника гонять да ты уже на него крик прикрикнул он же боится он же готов извиняться все ну опять же да да я согласен насчет миграции согласен с ними я вот с мигрантами вот например которые здесь у меня живут например работают да с ними разговариваю та же молодежь почему к нам такое такое отношение я выше тоже писал там я это мое мнение тоже они работяги хорошие очень хорошие работяги когда они связаны с семьей но как только они начинают тащить эту свою семью сюда все проблемы начинаются молодежь которая не работает не с родителями она бесконтрольно никто на них внимания обращать в основном молодежь вот эти дела это беспорядки творят или насилуют кого-то или грабят кого-то или бьют кого-то молодежь поэтому насчет мигрантов я согласен приехал отработал семья твоя прекрасно живет на эту сумму в узбекистане в таджикистане там и туркменистане прекрасно живет и обучается все у тебя возможности съездить будь добр нет не надо это еще больше усложнять все у тебя проблемы появляются ты его привез потому что бета без присмотра дома так он также без присмотра здесь в россии это еще хуже там то хоть он какие-то законы будут соблюдать старших будет смотреть слушать здесь нет контроля никакого не будет и города и проблемы все какие-нибудь может быть еще у тебя воспоминаний что еще происходило что негативных плане национальности это еще с детства опять же я знаю что разговор это все сказано одним человеком которая раскрутилась пример приведу из детства в школе да я в классе единственный не русский опять же я в русской школе учился все естественно сразу и клички придумали все и так получилось что у одноклассника дед попал в аварию и это погиб и так получилось что врезался он не русского я не знаю кто он там по нации кто-то у нас национальности там много очень и кабардинцы и балкарцы и турки там много много я как сейчас помню класс собрался я отдельно стою класс собрался вокруг него он смотрит зло на меня и знаешь вот моего деда убили чуркистанцы это его слова это был пятый класс меня весь класс побил за то что его дед погиб в аварии никто не думал там кто виноват почему как вот он сказал один чуркистанец это в кабарде ладно хорошо на этом опять же вот насчет работ до на работу устраиваюсь нет ты не годишься потому что вот если фамилия другая была бы может быть мы взяли бы может мы подумали бы да ладно хорошо а вот сейчас на эти моменты опять же перед заездом последней командировкой в москве мы опять же в москве хотя можно сказать да москвичи отдельное мнение нет там в москве сейчас вся страна и это мнение общее получается все это все говорят получилось так что я в автобусе еду встал уступил женщине место ну женщина начала возмущаться что ты мне место уступаешь что-то старое ну присядьте я просто вежливость вам оказал чтоб вы присели все и тут началось знаешь вторая женщина постарше да они вот начали это вот черные там все такое свои законы свои порядки ну вот я извини подождите какие порядки какие законы я встал просто уступить место женщине вам место вам не надо место я говорю сяду пожалуйста какие проблемы что вы проблемы целые устроили здесь ну что творите опять начал вот так другой мужик ты там потише разговаривать ты можешь там на Кавказе дома у себя разговаривать там все такое я говорю слушай если хочешь поговорить пожалуйста мы поговорим с тобой я говорю что здесь не устроили из-за того что место пытался уступить говорю хорошее дело сделать женщине то что вы и каждому молодежь которые сидят должны были сделать так а что не понравилось то а вот женщине понравилось то что я вот уступаю знаешь как ну феминистка может какая-то попалась фиг его знает молодая ну ну я бы сказал там лет за 40 лет я не знаю автобус почти весь зажегся все началось я так на них посмотрел смотрел смотрел знаете говорю я сейчас говорю вот почти больше года я на СФО говорю я сейчас не знаю говорю что я там делаю вот на них смотрю а они как услышали волшебное слово СФО сразу замолчали я реально говорю не знаю за что я там делаю почему я должен рисковать за вас вот почему к этой женщине поворачиваешь старой которая у вас кто-то на СФО есть не дай бог а почему не дай бог почему не дай бог вот тебе надо ты иди умирай там ну опять же как это так да Россия моя Россия моя страна я иду за страну воевать если кто-то думает что за деньги там пойти так один день проведи на передовой за эти деньги один день посмотри каково это нужны будут тебе эти деньги или нет да у нас нету дома государство платят семьям ну амуницию мы все покупаем ну наши то семьи без нас остаются им то тоже кушать надо у меня шесть родителей например никто не придет не будет одевать покупать то что им надо да государство решило столько платить ну пусть платят я не против я делаю то что я умею вот так вот я делаю вот сильно я и знаешь я пользуюсь я вышел из этого сразу на остановке посмотрел свет этому автобусу я военкоматный пошел развернулся ушел в это уехал в гостиницу обратно да нахрен мне это нужно нахрен вот это вот отношение про что я такого сделал я просто уступил место женщине и это значит что я навязываю какие-то обычаи какие-то традиции свои кавказские там все которые надо сразу меня убрать чтобы я домой ехал и все ни за что мельчайшая я понимаю нервозность людей я понимаю все знаешь когда в центре москвы ракеты стоят ты смотришь проезжаешь нервничать будешь тоже в любом случае ну как то надо же понимать что не только русский вся страна воюет вся страна она многонациональная я очень благодарен тебе очень благодарен тебе что ты этот голос готов донести потому что мне немало людей писали ветеранов самых разных национальностей знаешь пишет поддержку но как только предлагаешь человеку высказаться абсолютно большинство как бы исчезает не хотят вот портить свою свой комфорт нарушать о чем комфорт комфорт нарушается когда ты вот так вот делаешь и тебя не понимают вот это комфорт нарушается вот чем комфорт а вот когда ты нормально по-человечески улыбнулся человеку и он тебе навстречу улыбается это самый кайф а не так что он на тебя как на врага смотрит там что ты что ты вытворишь я ничего не вытворю я спокойно прохожу мимо тебя поздоровался как меня воспитывали родители прошел мимо и это нормально наверху он все с тобой согласен это абсолютно справедливые твои эмоции что ради чего ты воюешь теми же вопросами и опти и олудинов задавался в одном из видео потому что оскорбительное поведение мы видим постоянно в комментариях всяких пренебрежительное отношение к национальностям видео разных ну в общем очень много появляется вот этого материала где видно видна ненависть к малым народам России я изначально изначально знаешь я совет всем даю человека другой национальности не надо воспринимать его изначально как проблему просто присмотрись к человеку может этот человек тебе жизнь спасет когда-нибудь такое сделают в твоей жизни так изменить твою жизнь может быть что в лучшую что в плохую сторону это жизнь показывает а такое это всегда было это я думаю и будет тоже но единственное общая беда всегда объединяла всегда объединяла и вот это я не знаю у меня например русских друзей больше чем например тех же кабардинцев намного больше у меня я могу кабардинцев например моих друзей хороших перечистить по пальцам а русских у меня бесчисленных друзей причем в разных регионах страны с кем я действительно воевал и бок о бок со мной были ребята погибших ребята родственники со мной мы общаемся все прекраснейшие люди я очень рад что и мы с тобой пересеклись тоже на службе потому что ты хороший человек просто морально высокий человек я считаю спасибо ты не опасаешься что какие-то негативные последствия будут если мы опубликуем этот разговор а абсолютно дамы почему ты меня оплакиваешь я вот он сижу перед того ты меня сейчас оплакиваешь вот это все как бы у тебя говорю за всю мою жизнь вот как ты воспитал меня у тебя нету повода ни тебе ни моему роду голову за меня отпускать чтоб стыдиться меня если меня сегодня вот перед тобой положат перед тобой положат оплакивай у меня но с погнятой головой потому что тебе стыдиться не о чем не стыдно умереть воину это не стыдно воины не умирают бабушка перестала плакать больше того она она начала помогать пацанам и свожникам и причем знаешь как обидно она ну старик 93 года связала дюжину это носков и отправила на это на фронт пацанам мне ни одну не отправила я говорю бабушка а где мое а где потом твое свяжу вот так и не связала не успела но опять же пацаны тоже не забыли когда она умерла вот опять же да вот она сделала женщина кабардинка старая женщина отправила на фронт пацанам это все никто не забыл понимаешь она когда умерла пришла приехала с прохладного женщина вот так вот так вот вот тут ребята оттуда кому носки связала русские пацаны оттуда деньги прислали на похороны вот опять же отношения что такое носки для для бойца в окопе да это домашние это считаю что как бы мать его связала да получается счастье небольшое а для бабушки это ну как бы ничего она вяжет и вяжет связала и отправила но опять же пацаны же и не забыли они когда узнали что она умерла вот такое отношение к ней мне это приятно и как бы мне голову отпускать не за чем мне лицо прятать не за чем и бояться ну я я не боюсь но будем надеяться что все таки мы сможем потолкнуть наше государство чтобы действия какие-то предприняло чтобы успокоить всю эту ситуацию надо надо предпринимать надо я думаю предпримет еще ну просто не время время не пришло еще время не пришло это время ну и она предпримет она также и уберет их ну когда риторика начинается знаешь то что мы начали воевать и когда она начинает развиваться в нашей стране это это очень плохо это деление народа а народ разделится сразу это мы все уже проходили и в гражданскую войну и в отечественную войну и тогда же говорили что не наша война но оказалась наша так что надо аккуратно надо это пресекать согласен с тобой но добрыми делами пресечь это лучше добром относиться к человеку это лучше хотелось бы чтоб всегда так работало ну сработает там в конечном итоге сработает человеку в конце концов станет уже неприятно как это так вот почему вам не делать добро почему я должен зло делать не знаю я надеюсь безумно не знаю я надеюсь что это не может быть Продолжение следует...